Из книги «Открытым оком» том 9. Тема Лаккин книги. Вопрос 2256. Почему? Отвечает Игнатий Тихнич-Лаккин. Ничего нового сказать не имею, ибо уже все высказал. Они желают объединения, так и пусть женятся. Почему? Кто-то должен мешать двум любящим друг другом. Так газета «Труд» за 3-9 июня 2004 года пишет на второй странице. Здесь душа русской церкви. Это поняли после поездки по России зарубежные православные священники. Так получается, что если увидеть своими глазами жизнь в нашей церкви и нашей страны, то многое становится ясно. И такая возможность у зарубежной делегации была. Гости проехали по России, от Урала до Балтики, посетили многие святые места, присутствовали на богослужениях, встречались с представителями власти и народа. Несмотря на 70-летний период господства в России безбожной власти, православные христиане сохранили в своем сердце тайну Святой Руси. Советская система не вытравила из русских православную веру и благочестие. Патриарх Олексий и митрополит Лавр друг другу понравились. Очевидно, что в кавычках зарубежники признали приоритет московского патриархата. Выгоды объединения очевидны для обеих сторон. Московский патриархат расширяет свое влияние в мире, а зарубежная церковь до сих пор, практически никем не признана, наконец легализуется. Валерий Коновалов. Это репортаж слепых из мира теней и мертвецов. Они нашли друг друга, как на вокзале чужие люди находят легко, с кем сообразить на троих. Уж если бы были и видели и тянут про тайну в кавычках Святой Руси, то это и оставалось на плаву, с чем пришли зарубежные деятели к своей кончине. Они же ничего не поняли из того, что произошло в 1917 году, что сейчас происходит в России с народом. Они живых от мертвых не могут отличить. По делам же каждому не о Христе, не о Библии речи нет. Им нужна Россия великая, которую бы боялись и почему-то бы кто-то уважал. Они этого и добиваются, это же речи совершенно недуховных людей. Я же свое слово сказал в книгах открытым оком, так ясно изложено на основании Священного Писания. Оно разве вас не тронуло? Нам не по пути с мертвецами, но мешать им не нужно. Пусть они утешатся результатами скорой расплаты, что будет и не за горами уже. Зачем нам гимн царям или царицам о родине с победами и громом? По прихоти, коварству и капризам приходят к власти насладиться троном. Им славы не хватает при бесславии, при их кровавых оргиях и тризнах. Пигме из броневика картавит и песклявит, зовет гиенскому гулагу, коммунизму. И верят толпы, полчища ублюдков, дорвавшимся до власти людоедам. И как не верить, клялись же прилюдно роскошный стол подать, а не объедки. И выбор сделан для души и тела, слагают новый гимн придворные певцы. Для троцких швондеры тягучий гимн запели, латают сеть презренных душ ловцы. Не поя кафисты пузатым вурдалакам, не сочиняя им гимны, недостойным о них беспокаянных, даже Павел плакал. Он видел, что такой мертвее, чем покойник. Энтузиазм и живость посвяти Иисусу одному и без остатка. Благовествовать послал, а не крестить не только Павла, но любого батьку. И не епископам хвала принадлежит, продеспотов и аксиос дымящий, сам заповеданно Атару сторожить. Там гусли благодарности обрящим, слагая делами гимны Иисусу. Он неизменный, вновь с небес грядущий, то угощений каждому по вкусу. Он долгожданный врач и самый лучший. Поймет детишек вздохи, лепетания, наш стон и жалобы на трудности в дороге. Еще немного встречи день настанет, а глянешься, а путь с Иисусом пройден. 5 июня 2004 года. Игнатий Лапкин.